всем привет с вами фокс и в этом видео хотела вам рассказать про мой бронежилет ncpc от simaba gear итак ncvc был разработан специально для спецподразделений морского флота ncpc это по сути тот же самый cpc но с некими различиями сейчас я вам про них расскажу на передней панели вы можете увидеть что у ncpc нет вертикальной стропы моли для кнопки ptt на cpc она есть также у ncpc скелетный камербанк у cpc он сплошной и на задней панели у cpc присутствует велкро у ncpc ее нет итак данный бронежилет я использую в орбане купила его потому что наша команда пытается моделировать игру теперь я хочу вам рассказать как устроен бронежилет и с чем я его использую у данного бронежилета на передней плите присутствуют подсумок по типу кенгуру он предназначен для трех магазинов под м4 но я в нем ношу еще магазины для scara сюда влазит два магазина так как у этого бронежилета двойной камербанк на внутреннем камербанде у него находится встроенные подсумки там я ношу рацию ну и что мне понадобится вообще этот бронежилет я использую либо налегке либо с бивером также на передней плите у него находится большая большая обминка вот также на передней плите я ношу патч со своим позывным и патч с квадрон по бокам у него двойной камербан также на внутреннем камербанде присутствуют проушины для системы и стакая со скит которая распределяет вес на пояс но так как это реплика и не знаю будет она работает с оригинальной системой или же нет сзади присутствуют стропы молли и молния для того чтобы крепить зиппон панели также мешу один пистолетный подсумок ну и все это все с чем я его использую также хотела рассказать вам про лямки лямки мне у mcpc очень понравились после в с а это прям сказка в с они тяжело регулируется у них там вот эта ткань его плохо отодвигается здесь прям все прекрасно также большим плюсом то что на лямках есть ушки для проведения коммуникаций либо же гитратора также здесь есть лямки для быстрого сброса и мне не пользуюсь конечно сейчас его покажу итак mcpc это тоже корсетный бронежилет его использую также с подушками они нужны для воздушной прослойки чтобы тело у вас не так сильно потело также здесь присутствует банджи корт и отдельный такой кармашек для того чтобы он у вас не торчал вы его можете туда убрать ну это наверное все что я хотела вам про него рассказать так давайте теперь немного подытожим у семапа получился очень прекрасный бронежилет если вы моделируете спецподразделения морского флота то этот броник вам отлично подходит качество у него отличное мне он очень понравился используя его конечно не долго но за это время он мне уже успел понравиться и я могу смело его рекомендовать так что если у вас остались какие-либо вопросы то задавайте их в комментариях ну и всем пока пока